В чем суть Иисусовой молитвы? Плоды Духа. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Когда молитва по благословению Божию сделает во дворение в нашем сердце благодати, и этим соединит нас с Господом, то мы тут сейчас заметим, что она властно прекращает поток нечистых помышлений. И это, конечно, согласно с евангельским сказанием, что когда жена, у которой было кровотечение, прикоснулась к Господу Иисусу, тот час иссяк в ней источник крови. Евангелие от Марка. Так и здесь, лишь только ум наш прикоснется к Господу Иисусу, в пресвятом Его имени тот час останавливается брожение суетных мыслей и неудержимая стремительность ума, что, как всякому известно по опыту, всего более смущает подвижника молитвы. Молитва Иисусова водворяет в сердце несказанную любовь к Богу и ближним. Вернее, она и есть само существо любви. Это ее сила, свойство и качество молитвы. Для вершителя молитвы самым большим несчастьем в жизни этой служит то, что если придется ему волею или неволею нанести оскорбление ближнему, до тех пор он не найдет мира в душе своей, пока не умиротворит брата своего всеми зависящими от него средствами. Упражнение Иисусовую молитву отторгает человека от всего земного, и этого требует само существо молитвы, которое по учению святых отцов есть отчуждение видимого мира, отвержение попечений и всякого помышления и приближения к Богу. Кроме того, Иисусова молитва, проникнув в человека, отвергает его ум глубокому, обширному и точному разумению Священного Писания. И это действие происходит от соединения Духа нашего с Духом Христовым. Все ревнители в своем спасении, кто бы ни был, могут приступить к занятию Иисусовою молитвою. Сначала Господь всякому дает вкусить ее духовную сладость, но потом бывает и так, что отступает духовное утешение. Сердце делается жестоким, холодным и даже враждебным к занятию молитвой, а ум наполняется всемозможными помыслами. Состояние тяжелое и безотрадное. Здесь пробный камень, и многие изначавших молитву Иисусову не выдерживают, а оставляют ее, и по-прежнему начинают быть сынами века своего, преданному суете и земному попечению. Но это трудное состояние Духа необходимо пережить подвижнику. Чем крепче решишься перетерпеть этот искус, тем скорее можешь быть победителем враждебного Духа. Временем, трудом и усердием добывается мало-помалу духовное сокровище молитвы, которое соединяет нас с Богом. А без молитвы, как пишут Божественные Отцы, соединиться с Богом просто невозможно. Много приходилось слышать. Говорят, разве молитва, рассеянная, невнимательная и исполненная всевозможных помыслов, угодно Богу? Но ведь надо же знать нам всем и крепко помнить, что сразу делать никакое дело невозможно. Всякий знает по опыту, сколько времени, трудов и заботы стоило каждому из нас научиться своему делу, которым занимаемся в своей жизни. А тем более научиться молитве, высочайшей науке, небесной, божественной. Необходимо сначала пройти первые степени обучения и навыка молитвы в состоянии крайне слабом, не соответствующем ее великому достоинству. Но это не должно служить для нас причиной непринятия молитвы. Ибо везде необходимо постепенное развитие. И младенец ведь не может сразу стать взрослым. Но требуется время, ожидание и терпение. Эту последовательность должен пройти и тот, кто крепко пожелал научиться Иисусовой молитве. Когда мы при помощи Божией будем прилежны и старательны, насколько это возможно для нас, в ее первых степенях, то это откроет себе путь в дальнейшей ее стези, которые хранятся на ее высочайших степенях. Но этих высоких мер желать и искать преждевременно не нужно, так как это будет посягательством на Божию святыню и незаконным вторжением в сокровищницу духовных благ, которые даются Богом по его усмотрению и праведному вознаграждению за труды и очищение себя от страстей и за усердное упражнение в первых степенях молитвы. Великое зло происходит с теми, когда неопытные молитвенники, не утвердившиеся себе в чувствах покаяния, не осознав всецело своего растленного грехом состояния и слабости сил свершения добра, устремляются безопытного руководства самочинно и самонадеянно в духовную область. Их постигает гнев Божий, и они впадают в так называемую на монашеском языке бесовскую прелесть, которая есть самообольщение, то есть почитается истинную то, что есть сущая ложь. Не нуждаться, а даже презирать советы старших. Что хуже этого? Такие же за самомнение бывают отчуждены от жизни Божией. Необходимо всякому начинать дело молитвенное с самой первой и начальной степени, неизменно следуя закону постепенности, который, если необходим даже в делах века этого, то тем более в духовном созревании человека. Здесь скачки невозможны, и какой-нибудь хитростью невозможно похитить у Бога ни единого дара. Поэтому необходимо преклонить шею свою под иго послушание и смирение, идти тем путем, которым прошли прежде нас бывшие преподобные отцы, руководители, наши наставники, в назидание наше оставившие свои драгоценные писания. Итак, со всяким благоговением, радостно и охотно произносите устами, при всяком занятии, во всякое время, днем и ночью эти священные слова «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Имя Божие свято, и даже источник святости, а потому от произношения его освещается воздух, освещаются уста твои, язык и тело твое. Демоны же от страшного для них имени Божьего не имеют даже подойти к тому месту, где находишься, возглашая имя Божие. В этом вся наука этого священного дела. Кроме помощи Божией, прежде всего, нужно усердное старание и прилежание. Не ленись, пребывай в этом упражнении, сколько от тебя зависит, даже если бы ты и всю жизнь до кончины своей провел в устном упражнении Иисусовой молитвы. Только в таком случае приобретешь великое, потому что намерение твое свято и Богу любезно. Занятие твое честно и достижимо, и труды многоплодны и спасительны. И блажен ты, и добро тебе будет. Бог даст вкусить тебе плоды трудов твоих или при смерти, или после смерти. Когда душа твоя освободится от плоти и будет восходить на небо посреди воздушных мытарств, то молитвенное действие, в котором мы пребываем, не ленись до конца исхода души, окружит ее, и как пламень огненный недоступна она будет мытаимцам. Демоном. Ради всесильного имени Иисуса Христа. На этой степени Иисусова молитва называется трудовая, делательная, телесная, устная, как произносимая телесными членами, устами и языком. Следующую степень мы называем вторую. То есть на этой второй степени молитва Иисусова называется умною. И по действию своему есть душевная, потому что действуется с участием душевной силы, разума или ума. Способ молитвы тот же, то есть производится устами же, но только ум заключается, вмещается или входит в слово молитвы. Это заключение потому, что оно удерживает ум от скитания. Ум удержать от скитания другим способом нельзя, кроме как только всемогущим именем Иисуса Христа. Произнося священные слова Иисусовой молитвы, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. И заключая ум в эти слова, недостаточно одним этим ограничиваться и довольствоваться. Хотя и это даже нельзя выразить словом. Сколько полезно, радостно и спасительно. Но на этой степени еще невозможно ощутить все силы имени Иисуса Христа. Нужно, чтобы ум, погружаясь в имени Иисуса Христа, видел в нем самого Христа. Но как видеть? Во всех писаниях святых отцов строго-настрого запрещается составлять умом какой-либо образ или начертание, форму или фигуру. Существо Иисуса Христа неизобразимо и нам отнюдь невидимо. Как бы ни вообразили, все целое, все конечно погрешим вместо истины, будем держать ложное. Поэтому нужно, чтобы ум держался в словах молитвы, был совершенно голым, то есть чуждым всякого образа и мысли. Само имя Божие и содержащаяся в нем бесконечная благодатная сила произведет свойственное ей действие. Она святит ум, удержит его от парения, просветит его разумение. Особенно в Божественном Писании прогонит его естественную тьму и ослепление. Проще сказать, ум озарится светом Христовым. Это две степени Иисусовой молитвы, словесная и умная, как производимые внешними силами души. Повредить человеку не могут, если он только не будет гордиться и презирать других. Ибо гордость есть коренная причина всякой прелести, а смирение есть привлечение благодати и силы Божией. Конечно, молитва может быть трудна, особенно в начале своего производства и привыкания к ней. Но как бы там ни было, она совершенно необходима в деле нашего спасения. И заменить ее невозможно ничем. Мы почитаем подвигом молитву, которая, собственно, должна быть нашим отдохновением, покоем, наслаждением и радостью. Когда мы сидим за столом и вкушаем пищу, то ведь этого не называем мы подвигом. А молитва тоже есть пища нашей души, дыхание, духа. Но пусть молитва – подвиг, тем не менее она совершенно необходима в деле спасения. Весь успех в этом деле зависит от молитвы, и без молитвы нет спасения души. Без нее духовная жизнь наша и алчит, и жаждет, и умирает, как рыба без воды. И как быть иначе? Духовная жизнь наша питается и поддерживается единственным Духом Святым, и чистотою души возвышается. А сами в себе начала этой жизни мы не имеем, как не имеем начала и телесной жизни, но через пищу заимствуем ее извне. Если же человек по силам своему потребит возможные для этого труды и будет молить Господа о даровании ему этого бесценного дара, то действительно бывает обладателем небесного блага. А зачатки этого блаженства полагаются здесь именно в нашем молитвенном служении Богу, которое в начале своего к нему привыкания не обещает таких неизобразимо высоких плодов. Но по мере внедрения молитвы в сердце постепенно начинает разгораться в нем божественный свет, притворяя его естественную полноту в духовное качество. Молитва есть восхождение к Богу в сердце нашем. Молитва есть ключ от сокровищ всех благ небесных. Нет такой вещи, которой молитвою нельзя было бы получить, только бы просимое было благо и спрашиваемо, как должно. Молящемуся с верою все возможно. История Святой Церкви Ветхого и Нового Завета представляет нам чудеса молитвы. Одно уже то можно назвать чудом, что маленькое творение, человек всегда свободно может беседовать с великим и всемогущим Творцом Неба и Земли, Царем Архангелов, Владыкою Вселенной. Какая честь для молящегося? Это ангельская честь, ангельское занятие. Не обучив себя молитве здесь, на земле, такому человеку нельзя вступить на небо и обитать на нем, как вовсе туда неготовому и неспособному, ибо небесная жизнь, само существо ее, есть молитва. Все небожители совершенствуются молитвою, то есть словословием Творца своего.